приветствую владимир хиллер на микрофоне у аппарата давненько не записывал видео прям такое знаете чувство волнения внутри такой на такой приятный кураж такой кураж волнения на лице правильно делаем сегодняшняя тема очень интересная вы можете по рубашечке увидеть более на листочек выписал все серьезно смотрите какой почерк красивый замечательный в общем кому я рекомендую практику микродозинга псилоцибина хочу повториться в моих видео нет никаких знаете призывов какой-то знаете вот этой глупой или навязчивая реклама у меня лично свой опыт и лично опыт тех людей которые со мной взаимодействовали и по социальным группам были проведены мной исследования и я могу относительно этого порекомендовать также мой личный опыт вот кому я рекомендую практику работы микродозинга псилоцибина и также полноценного погружения работы с псилоцибином это первое криптовалютчиком я чуть позже поясню почему именно я выбрал такие группы и почему на его мы это говорили это не потому что я в гугле или где-то там яндексе пробил топ запросов по вакансии короче не в этом дело 1 криптовалютчики 2 киберспортсмены 3 инженеры 4 программисты 5 это люди технического и аналитического склада ума то есть это можно отнести и также криптовалютчиком киберспортсменам инженерам программистам то есть почему ты работая с этими группами я могу вам сказать что я действительно рекомендую хочу обратить на это внимание потому что у меня у самого в детстве было такое что у меня сейчас есть какая-то цифра всплывает умножить на что-то прибавить мне уже сразу готовый результат то есть вот это как знаете левостороннее мышление то есть лево полушарное мышление то есть правая рука сиди ровно получает личные оценки диплом у тебя будет работа у тебя будет там и человек сидит планирует всю жизнь наперед у него очень сильно работает левое полушарие вот она вот здесь правая рука и левое полушарие правое полушарное который отвечает за творчество но как получаться в таком спящем режиме она периодически всплывают какие-то образы то есть там прорисовать то есть знаете куда-то сходить на ромео и джульетту на какие-то вот эти знаете как мужчины считают это попсу какой-то там какие-то знаете девчачьи там с девчачьи этом капризы там на какой-то про любовь сходить да нафиг надо тут надо же это рябину дерево 300 чтобы деньги подали поэтому работая с людьми такой направленности у которого аналитический склад ума который вы знаете любят все просчитывать контролировать вот прям держать все вот это вот вот это вот так вот и никак иначе я заметил что это на самом деле классная черта действительно но это класс классность этой черты также имеет свое и плюсы и минусы то же самое как и все абсолютно какие минусы у этой классной черты то что человек действительно погружается в контроль и наступает такой момент что как бы неразрешимая задача то есть не могу ее решить ну вот как вот в среде криптовалютчиков киберспортсменов камней варкрафтеры и контер страйкеры и дочери обращались то есть какая-то ситуация что есть профессиональный гог и ну невозможно его победить или какая-то команда там они придумали новую стратегию невозможно их там как-то выиграть то же самое как в экономической среде там топ-менеджер менеджер обращаться какое-то вот на рынок выходит супер какой-то специалист становится успешным и все его стратегия вот только он все и никак ничего нового не можем придумать то есть люди доходят до какой-то среды им кажется все это невозможно а вот чтобы вот решить эту ситуацию необходимо абстрагироваться от этой ситуации перестать ее назвать проблемой то есть это ситуация которая создана человеком который посмотрел на нее по-новому и то есть если вы хотите как-то так же по-новому принести что-то в жизнь вам также надо посмотреть на эту ситуацию но на свою ситуацию которая вам кажется не разрешимой по-новому и вы увидите что тут не стоит ни с кем бодаться бороться то есть тут как бы знаете жизнь это проявление себя проявление своих сторон то что я могу так то есть ты можешь так то есть ты классно допустим на узбекском на итальянском говоришь а я допустим на английском говорю хорошо то есть это же не значит что ты там неудачник или я неудачник это просто разные грани одного и того же то есть разные грани нашего проявления вот так же самое как у меня было с криптовалютчиками валютчиками ребятами там с ихней системы платежей с этими там стратегиями то что люди вот именно вцепиться в ситуацию и кажется что они держат ситуацию мертвой хваткой но на самом деле ситуации держит мертвой хваткой а тут необходимо первое самое простое все что знают отпустить эту ситуацию но это очень сложно отпустить это вот представьте вот вы схватили провод электрический вас вот ну как говорится долбит током ну и вам говорят просто отпусти да как ты просто его отпустишь когда тяну просто там просто трахает током вот тут либо помощь нужна с метлой чтобы кто-то рядом подошел либо ну не знаю как то чтобы тебя в сторону знаете откинуло и ты понял вот это да вот это наваждение то есть сброситься от наваждения также тут необходимо вот немножко знаете избавиться хотелось бы сказать но обнаружить мужчине в себе вот эту черту желание все контролировать желание держать все под контролем вот это мужская гордыня самая хрупкая вещь мире кстати мужская вот это знаете вот я сказал вот так вот и будет то есть вот позволите допустить то что то как вы сказали может она так и не быть может вообще быть по-другому то что потом вы начнете разматывать этот клубочек поймете что другой человек тоже как-то подошел к этой ситуации по-другому и он получил какой-то интересный ответ то есть очень рекомендую такие практики практики соединения с духом соединение со своей душой вот именно целостный холистический подход то есть это именно работа да то есть именно с терапевтом вы узнаете для чего вам эта работа то есть не так что как кто-то убежать то есть ну я вам перечислил людей которые но не склонны к убежать к тому чтобы убегать от своих какие-то ситуации наоборот необходимо принять то что ситуация которая сложилась с вами вот как-то были на нее необходимо посмотреть с другой стороны с новой потому что пока она воспринимается как проблема она и будут переносить себе проблем но она и будет приносить вам проблемные плоды а если это будет как ситуация которую можно решить то есть вам будут приходить варианты решения то есть первое это обращение Вы разберете, поговорите, пообщаетесь, что происходит. Второе, это непосредственно само погружение, если на это будет дано добро и будет проведена церемония, то есть это погружение. И третье, это интеграция полученного опыта в жизнь. То есть не секрет, что при работе с трансовыми состояниями, это будет погружение в ледяную воду, будет холотропное дыхание, будет голодание, будет церемония растительно-медицины, транс, гипнозы, регрессия. Поднимается материал, который был нами осознанно складирован в подсознание. Подсознание, в свою очередь, куда-то в части тела их закидало. И вот когда в эти моменты трансовых состояний поднимается материал, с которым необходимо работать, с ним это необходимо работать. Не так, чтобы вы увидели, о, вау, классно, и все, пойду дальше дерево трясти, а то, что вы начнете работать с этим материалом. И очень здорово в таких ситуациях и таким людям, которые именно любят контроль, любят вот именно зарабатывать деньги. Я сам к таким отношусь, и я не считаю, что это плохо. И вам хочу сказать, что я как-то вас не высмеиваю, не смотрю на вас так высоко, я не учу. Просто необходимо допустить недопустимое. А как допустить недопустимое? Потому что необходимо признать то, что те методы, которые вы делаете, они могут быть, ну, не рабочими, они могут быть не идеальными. Они требуют еще доработки. То есть, в какой-то степени они сырые. И очень дорого... Очень дорого... Очень здорово добавлять к своим, знаете, мыслительным конструкциям еще чувственную часть. То, что чувствовать, вот как какая-то часть тела о чем-то говорит. Вот вы, допустим, что-то создаете, понаблюдайте там. Возможно, у вас, знаете, в груди начинает свербить. Возможно, под ложечкой сосет. Возможно, вот вы что-то хотите сказать, и у вас... Вот какое-то такое удушье, или как слова не идут. Возможно, где-то у вас руки сжимаются. Возможно, в теле какие-то сигналы. Возможно, в ногах. То есть, очень здорово обращать внимание на ощущения. Почему это важно, обращать внимание на тело? Потому что это предвестник того, что вы слушаете свою душу. То есть, слушаете свой дух, и вы, обращая внимание на тело, даете сами себе сигнал, то, что вы готовы слушать и слышать. И дальше будут сигналы только утончаться, и будут только усиливаться. Поэтому очень рекомендую людям такого склада ума, технического, аналитического, который, знаете, все умнее всех. Вот прям вот, если вы дошли до такой ситуации, что встретились с неразрешимой задачей, то это видео я вам рекомендую настоятельно пересмотреть еще раз.